Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. По многочисленным просьбам зрителей Владивостока на сцене Приморской и Краевой филармонии в эту пятницу вновь постановка легендарной кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Почти 140 артистов на сцене в поистине монументальной феерии. В грандиозном шоу заняты вокалисты академического хора ДВФУ под управлением Елены Петуховой и музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра. А в концертном зале Фискохол состоится выступление шоу с участниками пятого сезона проекта «Голос» начала в 19.00. В доме чиновника Суханова продолжает работать серия выставок «Война в кружевах». Экспозиция рассказывает об истории Семилетней войны с 1756 по 1763 годы посредством кукольных миниатюр. Для зрителей подготовили фигурки русских, французских и прусских солдат. В библиотеке имени Горького 18 февраля пройдет презентация календаря даты событий по Приморскому краю на 2017 год, который включает в себя 177 справок, освещающих важнейшие даты истории и основные события политической, экономической, научной и культурной жизни края. Еще 17 февраля в 17.00 в выставочном зале Приморской государственной картинной галереи состоится мастер-класс художника-графика Александры Анюхиной «Весенний букет акварелью». Вы познакомитесь с техникой акварели и откроете для себя новые, ранее неизвестные приемы рисования при помощи маскира, пищевой пленки и морской соли. О стоимости занятия лучше узнавать заранее. 18 февраля всех жителей и гостей города приглашают на презентацию книги приморского журналиста-писателя Ольги Шипиловой «Тамайо». Произведение называется «Владивосток и другие мужчины». Автор не только расскажет о своих приключениях и содержании книги, но и споет. Вход бесплатный. На Приморской сцене Мариинского театра в субботу всех ожидает моноопера и спектакль от Микаэла Таривердиева. Стоимость билетов от 200 до 800 рублей. Приморская картинная галерея с 18 февраля приглашает посетителей на выставку «Русский акварельный портрет XIX века» и собрание Московского музея-усадьбы Останкино. Экспозиция включает произведения как прославленных художников, акварелистов, так и мастеров менее известных или незаслуженно забытых. Праздник пятилетия интернет-журнала «Владивосток 3000» пройдет в эти выходные в Центре современного искусства «Заря». Программа будет насыщена разнообразными кинопоказами, лекциями, музыкальными событиями и многим другим. Все подробности можно узнать на сайте ЦСИ «Заря». А во Дворце культуры железнодорожников в это воскресенье всех ждет масленица. В программе молодежные игры, танцы, забавы, живая народная музыка, мастер-классы для детей, чайная блина и сюрпризы. Сменная обувь желательно, народные костюмы приветствуются. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом.